Посол Соединенных Штатов в России Лиан Трейси возложила цветы к Соловецкому камню в Москве в память об Алексее Навальном, сообщает пресс-служба посольства. Накануне к Соловецкому камню цветы возложил посол Великобритании в России Найджел Кейси. После смерти Алексея Навального в разных регионах России люди начали приносить цветы к стихийным мемориалам или памятникам жертв политических репрессий. По данным СМИ, за два дня на акциях памяти политика были задержаны около 400 человек. Более 12 тысяч человек направили обращение в Следственный комитет России с требованием выдать тело Алексея Навального близким. Жанна Немцова, дочь убитого в 2015 году, политика Бориса Немцова и основательница фонда его имени напомнила о словах президента США Байдена, обещавшего серьезные последствия в случае смерти Навального и призвала усилить поддержку Украины. Поскольку мы сегодня говорим об Алексея Навальном, его смерти, я хочу напомнить, что еще до полномасштабной войны в Украине президент США Байден сказал, что если Навальный умрет в тюрьме, то будут серьезные последствия. И мне кажется, что такими последствиями должна стать военная, экономическая и гуманитарная поддержка Украины, сказала Немцова. Тут в этом блоке очень много месседжей информационных. Давайте по порядку смерть Алексея Навального. Кто-то писал, что это может стать неким таким черным лебедем для Путина, мол, это выведет людей на улицы. Но, как показала практика, не вывела, лебедь оказался не таким уже черным. Во-первых, коль вы разу упомянули цитату дали Жанны Немцовой, я хотел бы сказать, что я считаю Бориса Немцова, считал и считаю Бориса Немцова самым подходящим, самым лучшим кандидатом на пост президента России. И я считаю убийство Бориса Немцова самой большой трагедией путинской России на самом деле, если не считать, конечно, войны против Украины. Это был блестящий человек, блестящий политик, замечательный парень, красивый человек. И Борис Немцов, конечно, очень отличался от многих так называемых российских оппозиционеров, которые на самом деле являются такими же имперцами, как и Путин. Он очень хорошо понимал в геополитике, разбирался, он очень любил Украину, он понимал Украину. И, конечно, гибель Бориса Немцова – это ужасно, расстрел, убийство Бориса Немцова – это ужасно. И, конечно, надо сказать о том, что на этой неделе скончалась мама Бориса Немцова, Дина Яковлевна Эйдман, по-моему, на 98-м году жизни. Она умерла в Нижнем Новгороде, в Нижнем Новгороде была похоронена. Теперь, что касается Алексея Навального. Это интересный разговор у нас впереди сейчас. Мои оценки отличаются от подавляющего большинства оценок других. Я постараюсь озвучить все, что я думаю по этому поводу. Первое. Я не называю это смерть Алексея Навального. Это убийство. Конечно, это убийство. Даже если гипотетически предположить, что он умер сам от оторвавшегося тромба или от чего-то еще, если он умер сам, то надо понимать, что Алексей Навальный – это человек, которого кремлевский режим сначала насмерть отравил новичком. И после вмешательства непосвященных в этот план омских врачей, а потом и немцев, немецких врачей, самых лучших, я считаю, врачей в мире, он выжил. Но когда его упекли в тюрьму, он сидел в страшных условиях, в страшных. Над ним просто издевались. И делали ему условия все хуже и хуже. Он постоянно сидел в штрафных изоляторах, в ШИЗО, в карцере, в холоде, в голоде. Он похудел, дико похудел. Но его убивали, медленно убивали. И будем еще честны, сказав, что… А за что он сел? За что этот человек сел на долгие годы? Только за то, что он являлся участником политической борьбы. Он же никого не убил, не ограбил, ни гоп-стоп не сделал никому. Ничего. То есть это чисто политическая расправа, это чисто политическое убийство, которое на совести Владимира Путина и его этой клааки. Клаачной банды. Теперь по поводу Алексея Навального. У меня очень противоречивое к нему отношение. О чем я неоднократно говорил. Алексей Навальный, две стороны медали, даже три стороны медали. И вы знаете, я всегда, прежде чем думать о ком-то или говорить о ком-то, я стараюсь тщательно изучить биографию. Слава Богу, что сегодня есть Википедия, это уважаемый авторитетный источник. Да, она иногда ошибается, но в принципе там собрано все это данные, все сведения и факты, они проходят проверки. Алексей Навальный наполовину украинец. Его папа родом отсюда, из Киевской области, из Чернобыльской зоны. Его папа офицер Советской армии, он закончил в Киеве высшее военное училище. В Киеве. После чего попал служить под Москву, где встретил маму Навального. Она из Подмосковья. И Алексей Навальный родился в одном из военных городков под Москвой. В силу службы своего отца военного. Который, повторяю, является украинцем, который родился здесь, вот рядом с местом, где я сейчас нахожусь, неподалеку. Вот, и у Навальных по линии отца очень много родственников. Не просто в Украине, а вот у нас, в Броварском районе, в частности, Киевской области. И я вам больше скажу, когда русские фашисты зашли в Бучу и обнаружили там человека по фамилии Навальный, который является дальним родственником Алексея Навального, они его убили. Значит, вот Алексей Навальный имеет непосредственные украинские корни. Теперь я хочу, чтобы вы правильно поняли, я изучаю вслух биографию Алексея Навального. Он же закончил РУДН, Российский университет дружбы народов. Что такое РУДН? Чтобы все правильно понимали. Это наследник Советского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы, который был фактическим филиалом КГБ СССР. В этом университете Патриса Лумумбы бесплатно учили иностранных студентов, а также учили советских студентов. Так вот, иностранные студенты практически в полном составе подлежали вербовке КГБ. Какая цель была? Цель была очень простая. Закончив университет, получив хорошее образование по тем временам, они возвращались в свои страны третьего мира, Азии, Африки и Латинской Америки, где делали карьеру многие с помощью вербовавших их КГБ. И не случайно среди выпускников института университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы пять или шесть президентов разных стран. Включая, кстати, Махмуда Аббаса, лидера палестинской автономии. Значит, насколько мне память не изменяет, он тоже оттуда. Ну вот Гаян и президент, так по памяти говорю, там еще ряда стран, вот они все оттуда. Это все носители русского языка, русской культуры и так далее, и так далее. Ну и конечно, ну и конечно, слушайте, ну КГБ работал не покладая рук. Это был его филиал. То же самое касалось советских студентов. Они все попадали, из них готовили людей, которые должны были работать на комитет. Когда на смену университету дружбы народов пришел РУДН, российский университет дружбы народов, уже без Патриса Лумумбы, это был филиал ФСБ. И там уже паслась Федеральная служба безопасности России. Допускаю ли я, что Алексей Навальный имел плотные контакты с ФСБ еще в университете? Да, допускаю. Допускаю ли я, что Алексей Навальный имел плотные контакты с ФСБ в обычной повседневной жизни? Однозначно допускаю. И сейчас объясню, почему. Опять-таки изучаем биографию. Алексей Навальный занимал серьезные государственные должности. Вплоть до члена совета директоров аэрофлота. Вы знаете, что такое аэрофлот? Вы знаете, что такое совет директоров аэрофлота? Это серьезная история. И дальше я вам расскажу о том, что я думал всегда, когда Алексей Навальный выпускал свои расследования. Я думал о том, что будь ты хоть семи пядей во лбу. Я знаю, что такое работа расследователей. Практически всегда она связана со спецслужбами. И происходит это следующим образом. Ну, я примерную картину нарисую. Вы можете со мной соглашаться, уважаемые зрители, не соглашаться. У меня эта картина есть, я всегда говорю то, что думаю. В России существуют так называемые башни Кремля. Это структуры, которые все за государством. Все ортодоксально поддерживают этот российский долбодятловый уклад. Но у них разные сферы деятельности. И они враждуют, исходя из того, что каждая хочет заработать больше денег. Например, ГРУ всегда враждует с ФСБ. А служба внешней разведки с обоими. А есть группы по интересам. Группа Чемизова, условно говоря. Группа Ковальчуков. И так далее. Это все башни. Это все башни со своими интересами. Вспомним громкие расследования Алексея Навального. Ну, удар по Медведеву страшной силой. Он вам не Димон. Фильм, который миллионов пятьдесят, наверное, посмотрел. Ну, это такой разоблачающий удар по Медведеву. С такими фактами, с такими съемками. Вплоть до его резиденции. Я сразу задаю вопрос. Мы же с вами не идиоты, дорогие зрители. Может Алексей Навальный сделать такой фильм разоблачения без того, что ему сдадут соответствующие материалы спецслужбы? Ответ. Нет. Это невозможно. Поэтому моя точка зрения. Алексей Навальный сотрудничал с одной из башен Кремля. И по ее заказу выпускал расследование на тех или иных соперников этой башни. А дальше, да, я хочу сказать, что при этом долгое время он был ортодоксальным русским националистом, чтобы не сказать фашистствующим националистом. Это всем известно. Я не открываю никаких секретов. Он зиговал на митингах. Такой русский нацик. Русский нацик такой конкретный. Я могу допустить, что это был период его становления. С одной стороны. Я могу допустить, что он был внедрен по заданию спецслужб российских в это движение. Я могу допустить все, что угодно. Я говорю о фактах. Далее. Далее. После Медведева Навальный разоблачает еще и еще. А потом вдруг он делает материал про дворец Путина в Геленджике. Страшный по фактам материал, который посмотрело 127 миллионов человек. Это огромнейшая аудитория. Ничего с россиянами не случилось. После этого они, знаете как, ну если я ворую себя на заводе детали, то чего Путин, царь России не может воровать дворцами в Геленджике. У них же очень демократическая в кавычках психология. Короче говоря, и вот тут, вот тут, я допускаю, что Путин смертельно обозлился на Навального из-за того, что парень заигрался. Вот так мне представляется. Вследствие чего он был отравлен новичком, Алексей Навальный. Значит, он был отравлен новичком. Потом чудом его спасли в Омске, потом перевезли в Германию, чудом спасли дальше. И казалось бы, вот тут я хочу восхититься ему. И казалось бы, тебе Меркель предложила остаться в Германии под гарантией немецкого государства. Семья в Германии. Казалось бы, оставайся, но он героически поехал, вернулся в Москву и героически его посадили, героически сел и героически сидел в тяжелейших, повторяю, условиях. Что говорит о том, что он героический парень. При этом я допускаю следующее. Мне говорят знающие люди, что, ну ты же понимаешь, что он не просто так вернулся в Россию. Ты же понимаешь, что ему дали гарантии того, что его не посадят. Я говорю, опа, а кто давал гарантии? И вот тут некоторые мне говорят, дал гарантии некто очень влиятельный в России, но гарантии не сработали. Или специально заманили. А другой человек мне сказал, ему дала гарантии Меркель лично. Поэтому здесь тоже вопросы. Время расставить все по местам. Время ответит на все вопросы. В любом случае, как бы там ни было, то, что будучи в Германии, спасенным от смерти, Навальный вернулся на растерзание в результате смерти в России, это героический его поступок. И это нельзя недооценивать. Он герой в этом плане. Теперь переходим к теме Навальный и Украина. Вот это вообще интересная тема, потому что образца 2013 года, 2014 года, Навальный не испытывает никаких проблем с тем, что Крым в наглую был аннексирован Россией. Он говорит о том, что Крым это не бутерброд, чтобы возвращать его туда-сюда. Он говорит о том, что в Крыму надо провести референдум, если что. С какого референдум проводить на территории Украины? Это территория Украины. С какого бодуна? Это что, законы такие есть? На территории суверенного государства проводить референдумы о том, отсоединиться или не отсоединиться. И ты чего сюда лезешь? То есть, ну это чисто великорусские шовинистические взгляды Навального на тот момент. Вот он еще высказывался, называл украинцев пренебрежительно на букву Х. Не хочу повторять. Это все есть, это все задокументировано. То есть, русский националист, который в грош не ставил Украину. Но потом, в 22-м году, когда Россия напала на Украину, вот тут он уже себя повел правильно. Он заклеймил позором это нападение. Он как бы, да, там уже вопросов нет. Я вам скажу больше. Я не называю фамилию нашего общего друга с Алексеем Навальным, которого я попросил, чтобы он посодействовал мне в интервью с Навальным. И Навальный ему передал, что я к Диме с уважением отношусь ко мне. Но я интервью давать не хочу, потому что он обязательно спросит меня о Крыме. А я российский политик. Если я скажу, что Крым должен принадлежать России, меня заклеймят в мире. А если я скажу, что Крым должен принадлежать Украине, меня не поймут мои будущие избиратели в России. Вот такая, значит, у меня ситуация. Поэтому интервью с Димой я никак не могу делать. Но это будет для меня неправильно. Теперь, что касается убийства Навального. Я повторяю, это, конечно, убийство, за которым стоит лично Владимир Путин. Многие говорят, ну смотри, оно как-то произошло неправильно с точки зрения выборов. Ну зачем это Путину перед выборами? Ну он в тюрьме, он глубоко там спрятан, голос его не слышен, но он ему не конкурент. Зачем его убивать, лишний раз привлекать внимание? Соглашаюсь. Но только частично. Известие о смерти Навального пришло за пару часов буквально до открытия конференции в Мюнхене по безопасности. И у меня другая точка зрения. Путин в который раз показал всему цивилизованному миру. Я буду делать в своей стране так, как я посчитаю нужным. И вы мне не указывает, вы для меня никто. И никто мне ничего не сделает за то, что сделаю я. Захочу убить кого-то, убью. Захочу напасть куда-то, нападу. И я вам лишний раз щелкаю этим по носу, чтобы вы поняли, что я хозяин русской земли. Возможен вариант? Да, возможен, безусловно. Но вы знаете, что получается? Я бы такую формулировку употребил. Навальный вернул долг Украине своей смертью. Это может цинично прозвучит, но мы же говорим правду. Навальный, который плохо относился к Украине, во всяком случае в 2014 году так точно и до того, своей смертью вернул Украине долг, потому что его смерть подстегнет Запад к тому, чтобы дать Украине оружие, наконец, столько, сколько нужно. И еще больше поддержать Украину в борьбе против фашистской беспредельной России. Теперь смотрите дальше. У Навального же живы родители. Мама, все, вот мама приехала. Ну, для тех, кто не знает, что такое место, где он погиб, Алексей Навальный, это край света, это полярный круг. То есть, там находятся два пункта таких Лабытнанги и Салихард. Они недалеко друг от друга. Это, ну, это полярный круг, граница, граница. И вот приехала мама за телом сына своего к черту на кулички. Что такое русская эта система бездушная, отвратительная, черствая. Приехала, уже все, нет его, уже он умер. Тело отдайте. Сказали, не, не сейчас. А тело могут держать 30 дней вообще по закону их тюремному. 30 дней могут держать тело. А где тело? А нет тела. Наконец, нашли тело в Салихарде, в морге. Не сделали до сих пор ростом, как это называется, вот я тоже, вскрытие. Вскрытие. Не сделали до сих пор вскрытие. Знаете почему? Местные боятся делать вскрытие. Чтобы что-то не так было. Его же могли и отравить. Чтобы чего-нибудь не найти случайно. Конечно, его же могли и отравить. Его все, что угодно могло. Могли сбить, могли там, я не знаю, током убить. Все, что угодно. Они боятся, чтобы в ответственности не было, значит, вскрывать тело. За это время, да, из Москвы в Салихард летают самолеты два раза в сутки. Рейсовые. Но кроме рейсовых прилетело два частных небольших борта в Салихарде из Москвы. Ну, кто-то летает. Какие-то люди, явно там следователи и так далее, бригады. И не только следователи. ФСБшники и так далее. Потому что Путин сейчас столкнулся с жуткой дилеммой. Я ее объясню. Ну, хорошо. Навального нет. Тело есть. Тело надо хоронить. Где хоронить Навального? Вариант первый. В России. Это может вызвать волнение теоретически. Все равно люди вышли. Какие-никакие, задавленные, да, как мыши, с страхом, но вышли. И 400 человек задержали. А что может произойти во время похорон и после? И это будет могила-символ. Ну, это плохо. Перед выборами все это плохо. Но это если в России, а жена Юлия и дети находятся за границей, и они могут теоретически потребовать похорон за границей. А если похороны будут за границей, чтобы наши зрители не сомневались, что на эти похороны прибудут лично главы государств западных и многие главы государств. Это может быть такая антипутинская демонстрация. Поэтому в России похоронить плохо, на Западе похоронить плохо. Поэтому я на месте Путина бы действовал так, как, наверное, будет действовать он. Я сейчас предскажу. Попытаюсь предсказать, как он будет действовать. Я думаю, что они 30 дней не будут выдавать тело. В аккурат до выборов. Потом выдадут и храните где хотите. Выборы уже пройдут. Вот мне кажется, будет так. Во всяком случае, смерть Навального, на мой взгляд, не стала спусковым механизмом, спусковым крючком волнений в России. И русские проглотят это, как проглотили его посадку. Да, были выступления и немалые, но проглотили. Ну, еще один умер. Как говорили раньше, еще один сгорел на работе. Их ничего не берет. Толстокожие животные. Их ничего не берет. У них детей убивают на так называемой СВО. Они лазят по школам открывать парты героев, берут бабки за смерть своих детей. Затыкают языки в жопы и улыбаются. Это не люди. Это особая порода, выведенная Лениным и Сталином. Да, еще и раньше царями. Особая арабская тупая порода. Поэтому ждать от них ничего не приходится. Да мы и не ждем. Мы ждем от наших партнеров оружия, чтобы долбить по этой стране. По ее военной и гражданской инфраструктуре. Чтобы не аж медки летели. Вот этого мы ждем. Несколько еще вопросов по этой теме. Но перед этим, дорогие зрители, настоятельно вас попрошу нажать кнопку лайк нравится. Для того, чтобы нас становилось все больше прямо в эфире. Пожалуйста, сделайте это прямо сейчас. Вам не сложно, а это важно. И, конечно, друзья, я очень прошу вас, подпишитесь на мой телеграм-канал Дмитрий Гордон. Который я веду лично. Это самый лучший телеграм-канал Украины на сегодняшний день. И все, кто его читают и начнут читать, это легко поймут. Потому что все самые свежие новости быстро в режиме нон-стоп. Только у нас. И комментарии. Все самое интересное. Но это можно не читать больше вообще ничего. Только телеграм-канал Дмитрий Гордон. Этого будет достаточно. Я вначале сообщил, что посол США и посол Великобритании возложили цветы. А у меня, ну там тех людей, которые не защищены дипломатическими паспортом, крутили, винтили, задерживали. Но у меня вопрос в другом. А, Дмитрий, на ваш взгляд, а нужны ли в России послы США и Великобритании в кровожадной государстве имени Путина, где убивают людей, которые нападают на других? И вот такие визиты, как Карлсон, который берет из Соединенных Штатов интервью Путина, дипломаты, которые все еще находятся на территории России, в Москве, не является ли это вот таким мостиком с западным миром, который, наверное, надо было бы сжечь? Нет, ну послы, безусловно, нужны, потому что контакты все равно продолжаются. Есть же много направлений, да даже объект, обмен с заключенными, даже ядерное вооружение, контакты обязательно нужны. Они проходят и будут проходить. И даже в самые тяжелые, тоскливые времена посольства всегда оставались и послы всегда работали. Поэтому, безусловно, да, послы нужны. Что-то изменится в российской оппозиции, особенно в той части, которая находится за границей, она в основном там и находится, после смерти Навального? Российская оппозиция представляет собой очень мрачное зрелище, на мой взгляд. Это совершенно разрозненные люди, которые думают прежде всего о себе, прежде всего о своем финансировании. Они прекрасно понимают, что они сегодня не могут составить конкуренцию Путину. Даже если бы они все объединились, это все равно не работает. Они находятся на Западе. А в России они находиться не могут, потому что их повяжут и убьют. Поэтому российская оппозиция, она часто состоит из бывших государственных деятелей, которые неистово воровали у россиян, а потом что-то не поделились с Путиным, ушли в оппозицию. Она состоит из агентов ФСБ, игру, которые были имплементированы в оппозицию, чтобы держать оппозицию под контролем. Вообще российская оппозиция это жалкое-жалкое зрелище. Безусловно, там есть ряд людей, которые действительно достойны. Я не знаю, там, Гарри Каспаров, Михаил Касьянов, Михаил Ходорковский. Еще ряд людей, я боюсь кого-то не назвать. Но в целом это жалкое зрелище. Жалкое зрелище. Они же и Навального ненавидели. Зачем им конкурент? Многие представители российской оппозиции. Ну, кто он для них? Конкурент. Вот, если бы я был лидером, а то Навальный еще и сидит в тюрьме, еще и герой. Вот, думаю, что многие вздохнули облегченно в российской оппозиции, когда Навального убили. Вот, они также и Немцова ненавидели в свое время. Жалкие, ничтожные личности в массе своей. Не все, не все.